Здравствуйте! О событиях к этому часу расскажу вам я, Михаил Китанин и журналисты Форпост ТВ. 4 килограмма героина. В шумейке правоохранительные органы задержали наркодельцов. Пакеты с наркотиком 50-летние мужчины обернули вокруг тела. В общей сложности на них было более 2 килограммов белого порошка. Еще двух курьеров поймали в придорожной гостинице под Саратовом. У них наркотики лежали в куртке. В тот же день у жителя Краснопартизанского района изъяли 1 килограмм марихуаны. Он перевозил травку под сидением своего автомобиля. Областная дума и правительство вроде бы пришли к общему знаменателю в вопросе формирования общественной палаты. Напомню, конфликт длится уже несколько недель. Стороны пытаются провести в орган своих общественников. Агрессивную позицию заняли представители губернатора во главе с Александром Бабичевым. До сих пор новый состав палаты не сформирован, так как выборы срывались из-за отсутствия кворума. На ближайшем заседании областной думы депутаты рассмотрят поправки в закон о региональной палате, хотя и этот вариант представители власти считают сырым. Хозяйство области приступили к обработке земли. Аркадагский, Самойловский, Романовский, Балашовский, Иртищевский районы губерний приступили к подкормке озимой пшеницы. Удобренная площадь составляет около 9 тысяч гектаров, сообщает Министерство сельского хозяйства области. Саратовские предприниматели готовят масштабные акции протеста. Бизнесмены недовольны действиями городских властей, которые демонтируют ларьки, не имея на руках судебных решений. С 19 по 23 апреля ежедневно будут проходить пикеты на площади Столыпина, а 26 состоится итоговый митинг. Также предприниматели обратились к прокурору области Владимиру Степанову с просьбой разобраться в ситуации. Беспредел бизнесмена связывают со сменой власти в городской администрации, которая пока что работает вопреки распоряжению президента Медведева о необходимости поддерживать малое и среднее предпринимательство. Подведены промежуточные итоги утилизации автомобилей в области. Сегодня министр промышленности и энергетики Александр Никонов посетил самый большой спецполигон. Сейчас в области работает 5 организаций и 13 пунктов по демонтажу. Уже разобрали более 700 машин. Большинство автолюбителей хотели бы приобрести пятую или седьмую модель Лада, но автоваз к такому наплыву клиентов оказался не готов. Чиновники уже подготовили необходимый запрос и надеются, что механизм утилизации совсем скоро перестанет давать сбои. С начала года в Саратовской области произошло 604 пожара, на которых погибло 82 человека. Горит в основном частный сектор. Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неисправной электропроводки и печей. В настоящее время создан штаб по тушению лесных пожаров, так как близится начало сезона отдыха на природе. Все красочные места области в одном месте. В Саратовской областной думе открылась выставка художника Нурали Шафеева под названием «Пою тебя, моя Россия». Представлены 27 картин, в основном пейзажа. Все они будут переданы в Дарк-Роеведческому музею Аркадака. Для них там создан специальный отдел изобразительного искусства, который планируют пополнять новыми произведениями художников. К этому часу у меня все. Следите за событиями города и области вместе с Форпост ТВ.